В эти минуты, возможно, решается их судьба. Больше двухсот заявок. До кастинга дошли порядка ста музыкантов. Проект «Наставник» объединил вокалистов из разных городов и районов края. Не все из них профессиональные артисты. Кто-то работает на заводе, в больнице. Вы вообще чем по жизнему занимаетесь? По жизни? Ну да, музыканты? Я по жизни барбер. Стригу людей, брею бороды и вот пою песни. Я буду петь авторскую песню. У меня есть группа «13 миль». Вот я буду петь демку. Я еще не выпускал эту песню. Буду сегодня здесь ее петь. Долго думал, на самом деле, что выбрать. Но в конечном итоге, что самое-самое по душе, то и буду. Думаю, лет через 10 в телевизоре точно увидимся. Твои глаза, подобные океану, я утонул, ведь не умею плавать. Ничего подобного в Алтайском крае еще не было, говорит руководитель проекта. Помог гранд от Росмолодежи. Сегодня в команде проекта работают порядка 80 человек. В жюри многим известны и Женя Трофимов, Роман Рудыко, Саша Волокитин, Диана Завидова и Эльдар Бабаев. Каждый из них выберет в свою команду по два участника. Вместе они напишут песни, чтобы выйти в финал. За каждым наставником закреплена своя команда саунд-продюсеров и звукорежиссеров, которые будут создавать трек. Далее будет работа с дизайнерами, стилистами, хореографом-постановщиком, режиссером. И мы будем делать крутое финальное шоу в прямом эфире. Победитель проекта получит возможность сняться в профессиональном клипе. Съемками займутся ребята, которые работали над клипами группы «Комната культуры». Мы сегодня находимся в таком время, когда необязательно находиться в Москве или где-то в Питере, в центральной части России. Можно творить в родном регионе, в родном городе. Имена артистов, которые попали в «Команды звезд», станут известны завтра, 21 сентября. Впереди месяцы плодотворной работы, чтобы зажечь на финальном шоу в декабре. Не могу себя не отбуждать, я схожу с ума. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя.